Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и в гостях у меня сегодня Наталья Шалагинова, руководитель проекта «Диномашина». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сразу. Вот обычно в моей студии присутствуют гости, про которых не приходится долго, что называется, представлять. Обычно понимают, с кем радиослушатели имеют дело и о чем пойдет речь. Про вас тоже писали, но не сказать, что вы широко известны в Кировской области. Да. Очень необычно. Я помню, я читал материал большой в бизнес-новостях про вашу компанию. Что такое «Диномашина»? Про что это? И чем вы там занимаетесь? Так, наша компания, это Кировская компания в первую очередь, мы производим фигуры аниматронных динозавров, а также других животных и других вообще любых фигур. То есть это фигуры, которые двигаются, могут произносить звуки и всячески привлекать внимание. Большие? Большие, да. Насколько большие? В принципе, это... Не об игрушках же идет. Нет, это не об игрушках, да. Это из разряда фигуры для динопарков, для открытых площадок. Также они могут быть любого размера по желанию заказчика. То есть если надо, вот сейчас у нас на данный момент поступил заказ еще на большую фигуру, которую мы еще пока не делали. Она у нас получается 20 метров в длину и порядка 9 метров в высоту. Ну, несложные. Это больше, чем, наверное, где-либо стоит такая, да? Нет, ну, есть такие, но вот... Ну, в Кирове. В Кирове вообще нет, да. Ну, по России даже мало какие-то такие фигуры существуют. Слушайте, резонный вопрос. Что в Кировской области? Что за родина слонов у нас здесь? Не побежь динозавров. Просто началось с Котельнича все, потом парк в Тайлице, теперь диномашин. Что в Кировской области динозавры? Я когда в Москве рассказываю, мне говорят, откуда у вас это, что там происходит? Вот, ну, видимо, какой-то там феномен Кировской области. То есть есть там всяческие вязкие символы. Может быть, и будет в Кировских когда-нибудь динозавр символом, скажем так, прародителем. Нет, на самом деле все началось со сферы развлечений. То есть у нас учредители, владельцы фирмы путешествуют и видят, что сфера развлечений достаточно хорошо развита. Они хотели изначально строить парки, начинать. Но, посмотря наш Юркин парк, пообщавшись с ними, они решили все-таки, а почему бы не попробовать производить такие фигуры, которые у нас в России не делают. То есть, да, на самом деле мы на данный момент единственная компания, которая производит такие большие фигуры по всей России. Ну, вопрос, который возникал, наверное, у всех, и не раз вам его задавали. Но давайте повторимся, если, да, что в нашем представлении вообще все такое делается в Китае. Да. Ну, вот как бы все оттуда везут, все там, потому что и дешевле, и разработок больше всего. Наверняка в Китае такое делают. Да, и больше скажу, там есть город динозавров. То есть в Китае, в принципе, каждый город отвечает за свою промышленность. Вот, и существует в Зигонге город, который делают непосредственно, там, все предприятия делают динозавров, такие же аниматронные фигуры. Для всего мира. Ну, скажем так, они, да, поставляют на весь мир, но больше скажу. Когда мы стали углубляться в сферу производства, в сферу продаж, и решили в один момент выйти на экспорт, мы удивились, что организаций-то по всему миру немало. Производителей. Производители. Есть и в Бразилии, есть и в Италии. То есть в каждой стране практически есть производители аниматронных фигур. Просто про них мало кто знает. Из Китая, потому что Китай дешевле, скажем так. Много элементов всяческих делаются в Китае. То есть силиконовые основы, силикон как раз в Китае делаются. То есть у них себестоимость фигур достаточно низкая. Плюс они делают фигуры на склад и делают уже по каталогу. То есть заказчик мало когда может. Да, то есть заказчику предлагают на выбор. Вот можете вот такую вот фигуру сделать. И там будут такие-таки-таки движения. То есть диктует, задает направление непосредственно сам производитель. А мы пошли от обратного, мы пошли от потребностей. Только под заказ? Да. То есть если заказчику нужна фигура такая, она будет такая. Если ей нужен там определенный, скажем так, ряд движений, которые нетипичны, будут другие движения, другие окраски и так далее. Насколько удается конкурировать с Китаем? Вы знаете, вот все больше и больше при общении с покупателями мы видим от них положительную историю в сторону российского производителя. Многие бывают, говорят, хватит покупать от Китая. То есть патриотизм уже работает? Да, да, начинает. То есть мы участвуем в выставках таких вот специализированных. И когда туда приходят, говорят, слушайте, Китай классно, зачем заказывать, точнее, Россия, зачем заказывать в Китае, если существуют у нас российские, которые мы можем нормально пообщаться, ребята к нам приедут на реставрацию, ремонт, монтаж. Китай же не выезжает на монтаж, на ремонт. Они либо отправляют там видеоинструкцию и какой-то там ремкомплект. А там сами занимайтесь. Как разрабатывали все? Это же инженерия, это же технологии. Понятно, что кажется, ничего сложного, но это же вот сервопривода, все движения. Причем это все под открытым небом, соответственно, там ресурсы. Кто это делал? Ну вот смотрите, по-честному, если говорить, первоначальные фигуры делались, скажем так, утрижеванно на коленках. То есть делали сразу мы аниматронные фигуры, где-то переваривали конструкцию, пробовали, что здесь так она неустойчивая. То есть всевозможные, то есть пробы, ошибки существовали. Конечно, переделывали. И первые фигуры были достаточно дорогие по себестоимости. А потом начали делать скульптор. У нас появился скульптор, стали скульптуру делать уже, когда поролоном покрывать фигуру. Тоже были недочеты всяческие. То есть там одна нога была короче другой на метр, но при этом мы это корректировали поролоном потом. Понятно, это был перерасход. Потом постепенно, постепенно мы стали искать, конечно, специалистов, инженеров, которые будут все моменты учитывать. Это долгий процесс. То есть создание непосредственно проекта даже от какой-то фигуры порядка занимает две недели. Инженером только одним. И поэтому, конечно, вот сейчас наработки уже есть. Поняли, чтобы нам, чтобы быстрее ускориться, сократить срок, нам нужен 3D-моделлер. Взяли 3D-моделлера, который сейчас нам как раз и в визуализацию помогает делать. И инженеру проще подстроить уже под габариты. Какие циклы? То есть сначала внешне отрисовываете. Как это происходит? Приходит заказчик и говорит, хочу 30 раптопса 5 метров высотой. Не так все происходит, если честно. Вообще не так. Мало кто, когда приходит и говорит, вот хотим вот это. Обычно говорят, предложите, пожалуйста. Интересная тема, а предложите. То есть изначально у нас происходит так, что мы сами ищем в холодную практически всегда. Это заказчика, то есть обзвон парков. А кто основной потребитель у вас? Парки развлечений, всяческие городские, парки благоустройства, которые как раз делают администрации. Потом у нас идут... Это в основном госзаказчики или частные? Конечно, больший процент это у нас частные заказчики. Да, потому что у них и сумма больше, у бюджета поменьше все-таки. Всяческие сферы образовательные, то есть музеи, океанариумы. И все, что с этим связано. Где нужны фигуры, которые можно потрогать, пощупать, сфотографироваться. Следующий этап есть, это которые стали поступать. Это для киноиндустрии. Сейчас уже у нас стали запрашивать. То есть на данный момент у нас согласование идет с театром Табакова. Там для образовательной темы они собираются снимать фильм. Там путешествия динозавра, там правила дорожного движения и так далее, и так далее. Там динозавр в метро и вот такие вот темы, да. И то есть нам стали доверять больше. В плане того, что сфера развлечения вообще может быть не только сфера развлечения. Если существует у какой-то компании маскот свой, да, то есть талисман. Может быть это футбольная команда или еще что-то. То есть мы можем сделать и такую, которая будет стоять как промо фигура, раздавать там информацию, рассказывать историю о создании и еще что-нибудь. Сколько времени вы уже этим занимаетесь? Компания у нас создалась с 25 марта 2019 года. То есть три года. Ровно за год до пандемии, да? Да, ровно за год до пандемии получилась, да. Пробы фигур создания начались у нас в 2018 году, то есть в собственном помещении, боксе одного из соучредителей. А вот фирма Ужас создана была 25 марта. Секрет ли, сколько фигур за это время? Нет, не секрет. 150 штук точно есть. Вот сейчас вот не подскажу, потому что сейчас уже в процессе еще новые заказы, поэтому... Ну, не могу не спросить, самый необычный заказ. Ну, что удивило? Бывают такие? Самый необычный заказ? Ну, в основном, конечно, это динозавры, потому что эта тема не умирает никогда. Она будет, на нее справа будет всегда. Из необычных фигур, не типичных для динозавра, это у нас были пчелы, которые... Рисунки, такие, ну, то есть там с большими глазами, с большими губами стоят, руки раскинув, то есть рисованные такие. Вот по этим рисункам мы создавали фигуры. Медведь там с бочкой меда сидел, при этом он мультяшного типа был. Значит, и по фильму «Аватар» передвижна выставка «Открой Пандору, ездить по России». Там как раз персонажи из этого фильма, то есть там и вот сам «Аватар» этот синий, два с половиной метра, и всяческие птицы, животные. Вот из нестандартного такого. То есть вы не специализируетесь только на динозаврах? Вообще абсолютно нет, да. То есть, конечно, у нас название «Диномашина», и наверняка, поэтому большинство клиентов, ассоциация, да, что типа нам не нужны динозавры. И вот потом уже менеджеры начинают объяснять, что на самом деле мы можем делать любую фигуру, абсолютно. Людей делаете? Людей делаю. Ну, опять же, вот Джейк Салли из фильма «Аватар», у него портретное сходство. В плане этого, два с половиной метра фигура высоту. Она аниматронная? Нет, она статичная была, да, она была статичная, но аниматронную тоже можно сделать. Слушайте, ну когда к вам за биороботами-то придут уже? Так, ну, я думаю, что скоро, потому что тема же эта очень сильно вперед сейчас идет. То есть уже как-то рассказывала, что тема роботизации шагнула вперед. Потому что это идет из сферы, когда людям с отсутствующими частями тела, там, нога, рука, сейчас вот начинают приспособления специальные делать, чтобы при этом создавая мышцы из силикона, которые не воздействием, там, механическим, а по нейро вот этой вот системе будет действовать. Да, то есть это развитие идет. В России есть конкуренты? В России... Про Китай как-то сразу начали. В России, ну, смотрите, если говорить вот именно про такие большие огромные фигуры, в России конкурентов нет. Если говорить про более мелкие фигуры, которые отливаются из силикона и уже по какому-то определенному ряду... Ну, мелкие, это вот вам легко. Что мелкие? Это 5 метров? Метр? Нет, это порядка, ну, там, максимум 2 метра вот есть у нас в Новосибирске. Это небольшие? У них, то есть это уже сделанная формой, которая, то есть, как бы, изменение формы влечет за собой увеличение стоимости, потому что это не надо с нуля делать. Это, то есть, по факту... Ну, это отливка такая. Отливка, да. Это Новосибирск, они в основном делают всяческие маски, головы, какие-то фигуры людей как раз непосредственно. Но у них, скажем так, у них очень хорошая детальная, честно, проработка, но эти фигуры нельзя трогать. Они должны быть ограждены, и на улице их ставить нельзя. То есть ограничение, это только как экспонат... Ну, это музейный экспонат, по факту. Экспонат, либо это какая-то киношная вариация, которая будет использована, и потом, как бы, она уйдет абсолютно в небытие. Интерактив ваша фигура подразумевает? Как раз вот то, что вы говорите про трогать нельзя, вот... Да, вот смотрите, на данный момент, на самом деле, идут разработки по поводу интерактива. Есть у нас фигура такая, скажем так, осьминога из киношного, тоже из шоу я взяла, попросила, давайте сделаем подобного. Мы сделали, переделали к нему функцию работы с управлением с приставки PlayStation. То есть ребенок может подвигать там глазами, попрыгать вверх-вниз, то есть понаклоняться. Звуки он произносит у нас. То есть это тоже уже что-то у нас новенькое. Очень много запросов идет по поводу интерактива, как раз по образовательной структуре. Потому что не только динозавр должен там стоять, вилять хвостиком, что-то там рычать. Желательно, чтобы он что-то делал. Реагировал. Да. То есть сейчас мы разрабатываем такие системы. Во-первых, образовательные, во-вторых, это обучающие. Допустим, если ребенок на пульте управления будет что-то делать, что динозавр, допустим, будет подходить, либо поднимать какой-то кубик, либо еще что-то строить, то есть вот это вот уже интереснее. Это как бы аватар на другом конце получается. Что еще видите впереди? Видим впереди, честно, видим коллаборацию вместе с виртуальной реальностью. То есть это будет развиваться вперед. Думаем все-таки, что это будут у нас какие-то проекты совместно с индустрией общепита. Например? Ну, смотрите. Официант Трицератом? Ну, в плане того, что на ресепшене может стоять динозавры, выдавать информацию, общаться как там, допустим, телесистема. Ну, тем более сейчас же роботы такие уже есть. Есть, да. То есть вам осталось как бы соединить облик с начинкой. Да, да, да. Существует компания Промобот. Они как раз... Пермская, правда. Да, они как раз со Сколково. У них владельцы этой компании теперь Сколково. Мы с ними общались, но пока как бы, пока вот в стадии такого, что только продать готовы нам саму фигуру робота, а в коллаборации не хотят работать. Ну, там свои у них, видимо, какие-то эти вещи. Вот. А по поводу того, что, конечно, мы видим, что очень много скоро будет заменено как раз роботом. То есть сейчас у нас производство существует, которое роботизировано, там, разливка и еще и так далее. Я думаю, что и тут тоже будет какие-то замены людей. Промо, вот опять же, на улице, чтобы и в снег, и в зной, и в холод, и в дождь будут информацию нести. Это из разряда ресепшена. Это из разряда, не знаю, там, наливания кофе в чашки. Пусть динозавры будут там стоять и разливать. А что здесь работает, Наталья? Психология? Что здесь? Почему? Нам всем в детство хочется вернуться или там необычность? Ну что, вы же все равно прорабатываете вот это, да? Да. Могу сразу сказать, потому что наша жизнь очень быстро, большими быстрыми темпами идет в плане того, что очень большая насмотренность. Мы много чего видели, мы много уже что пробовали. И каждый раз хочется что-то новенького. Неважно, где ты. То есть в Москве, в Кирове или еще в Арабских Эмиратах. Везде хочется сказки. Ну, скажем так, я сомневаюсь, что кто-то там даже в 40, в 50, в 60 лет скажет, что я себя чувствую на этот возраст, там, я дедушка. Все скажут, ну, блин, мне по ощущениям лет 30-40 в лучшем случае. Там, да, а еще и бывает и меньше. То есть мы повзрослевшие дети, по факту. Всегда хочется сказки. Всегда все люди любят и чудеса, и всегда с сюрпризом готовы. Что было сложного? Вот из непредусмотренного, да? Там, когда вы начинали, ну, у вас же там не первый бизнес был, вы уже примерно понимали там, что такое бизнес-деятельность. А что было вот в этом проекте неожиданно сложного? Неожиданно сложно было, если честно, вообще донести людям, что мы вообще производим. Потому что все говорят, что-что? Типа, какие динозавры? Что это такое? Ну, какие аниматроники? То есть даже понятие аниматроника, надо объяснять, что это робот. Он стоит на улице, может стоять, может стоять внутри и как-то работать. Опять же, недоверие очень большое, потому что как бы, ну, как Россия, как? Китай дешевле, Китай быстрее, Китай лучше, то есть, ну, чтобы вы только-только начали. Самое сложное было вот это, скажем так, чтобы нам доверились хотя бы первые-первые заказчики пробу пера. Что еще сложным оказалось? Мы понимаем, что рост сейчас заказов идет, увеличивается все больше и больше у нас. И потребности заказчиков на данный момент возрастают в плане того, что наши пока на данный момент площади позволяют нам делать определенной длины и определенной высоты. Да, фигура разборная, но при этом там голова шея отстегивается. Но когда-то ведь нам надо ее собирать, в какой-то момент там покраски, там еще армирование. И в данном случае вот фигура, которая у нас 20 метров в длину и 9 метров в высоту, то есть это у нас уже будет сложности. Максимум того, на что? Это у нас по коньку нашего помещения производство 7,5 метров. То есть в данном случае нам будем этапами каждый раз соединять, то есть вот этот вот процесс. Площади у нас, мы, конечно, увеличиваемся с 300 метров, мы увеличились сейчас по производству до 1000. Но понимаем, что даже на данный момент нам уже начинает не хватать площадей, потому что некоторые заказы есть, которые нужно отправить позже. То есть как бы... Еще и хранить. А их же надо еще где-то хранить. А у нас получается, что территория настолько пока ограничена, что у нас цехи все время занят. Цех сварки, цех покраски, цех скульптинга. И получается передвижение постоянное по этой территории. Какие риски видите? Риски видим. В перспективах вы говорите, растет объем заказов. А что в разделе риски? В разделах рисков. Во-первых, конечно, это сейчас у нас элементы, такие, скажем, как материалы. Это силикон и электроника, электрика. То есть в плане того, что некоторые оплаты мы получаем из-за границы, а силикон мы используем бельгийский. То есть это удорожание цены, соответственно. Да, вообще риски поставок. Не объявили вам еще? Нет, у нас заключен договор дилерский. Мы теперь являемся дилерами силиконов Кировской области в связи с тем, что мы скупаем такое количество силикона у них. Были моменты, когда мы по всей России собирали его для выполнения заказа. Риски еще, я думаю, знаете, в том, что будет пик. Вот на данный момент идет импортозамещение. И сферу IT сейчас очень сильно поддерживают. Если IT быстро войдет в систему развлечений, скажем так, и придет какой-то сильный игрок с большими инвестициями и профинансируют вот такой прям на шаг вперед, который мы пока без своих личных, то есть либо привлеченных инвестиций не можем делать в эту вот сферу внедрения IT. Это то, о чем вы говорите, с VR-стыковкой? Это VR, да, это еще что-то. То есть вот это вот, да. То мы, конечно, будем, скажем так... Это пройдет мимо вас. Да, это пройдет мимо нас, и уже иногда будет достаточно тяжело, потому что, чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее. Как говорила та самая Алиса. Команда. Команда. Что такое сейчас команда Диномашины? Сколько человек? Какова разбивка по профессиям? Кто эти люди? Команда. На данный момент команда у нас увеличивается с каждым разом все больше и больше. У нас изначально, когда было там 2019, давайте возьмем 2020 год, конец, менеджер, то есть офис состоял, грубо говоря, ну, бухгалтера, менеджера, тире, там много-много-много всяких этих сертификаторов и так далее. Значит, это я одна. Потом производство у нас состояло из начальника производства, он же директор Диномашины, то есть он полностью курирует все производство мастера, двух электриков, трех скульпторов, парочки, наверное, пара была художников и один инженер. То есть вот остальные были приходящие как по сдельным работам. То есть на данный момент у нас общая команда, на данный момент уже 40 человек. То есть это, получается, отдел продаж. У нас тоже тут были всяческие перебивки в течение года, но сейчас у нас сложилась такая команда, это порядка я и плюс два менеджера. Появился моделлер, который помогает как раз уже в производство отдавать. У нас появилась маркетолог, который занимается полностью продвижением и ведением соцсетей, потому что на это тоже тратится очень много времени и сил. Я настолько была удивлена, когда мне нужно было начинать это вести, и я понимаю, что я не успеваю просто. Потом из производства у нас два инженера, порядка сейчас, наверное, семи скульпторов всяческих для армирования специалистов, где-то порядка пяти человек, электрики два, сварщики пять. То есть как бы увеличение идет в разы. Где выбрали людей, которые умеют делать динозавров? Искали объявления, то есть в поиске сотрудников сразу говорили, что работа нестандартная, потому что даже сварщики у нас должны иметь, скажем так, художественное воображение, потому что одно дело по схеме сделать, а во-вторых, увидеть, что может быть здесь лучше немножко угол сделать побольше при сварке, скажем так, деталей, чтобы фигура была более устойчива. То есть инженер видит на картинке, да, он это создает, но реалии иногда немножко не совпадают с действительностью, и поэтому как раз, конечно, у нас и скульпторы, и художники, и могу сказать, что и сварщики, это все художники по натуре. Насколько сложно было искать людей, потому что многие гости, которые у меня здесь были, с кем, бизнесмены, с которыми общаюсь в повседневной жизни, говорят о больших проблемах в кадровом вопросе. Как у вас с этим? Где, какими, если поделитесь, может быть, способами? Честно, это вот у нас получается тоже долго мы ищем, каждый раз подбираем, то есть бывает то, что просто человек приходит, вроде бы все хорошо, замечательно, но через какое-то время это тоже и эмоциональная работа, и в плане того, что они не справляются, ну, то есть не то, что они не справляются, просто тяжело уходят на другую работу. С кадрами у нас тоже проблема есть, в плане того, что требуется, и обычно, если дорастают продажи, срочно сразу же не найти. Вот, скажем так, менеджеров по продажам я ищу на протяжении уже года, то есть вот двое, пока на данный момент задержались, то есть минус 4 уже было. География какая? Где стоят ваши фигуры? Фигуры стоят, ну, давайте начнем с таких, более близких к нам, это получается у нас Москва, Тула, Медынь, это Калужская область, Спасдеминск, опять же, это Калужская область, Лазаревская, это теплый, Крым, Ялта, потом у нас фигуры стоят, Салихарт, Лабытнанги в городской парке, Хабаровск, то есть даже вот Хабаровск, по идее, рядом с Китаем, они сказали, мы лучшим у нас, у вас закажем, то есть при этом логистика была немаленькая, а там был костюм, в который человек входил, потом ходил в этом динозавре, то есть там были небольшие, но логистика занимала очень огромных денег, просто-напросто. Киров? Нету в Кирове фигуры. Как? Ну вот смотрите, скажем так, по России про нас знают, в Кирове о нас стали узнавать только в этом году, давайте по-честному. Да, да, и я про вас узнал совсем недавно, вот когда в СМИ только появились первые материалы. Да, но про нас, ну то есть узкие круги о нас знали, хотя в принципе в девятнадцатом году, там в двадцатом систематически и созванивалась, и отправляла всяческие информации, и в администрацию города, скажем так, и в всяческие палеонтологические музеи, то есть вятский палеонтологический музей нас знают, мы хорошо с ними общаемся, там допустим, и Котельничий вот парк с динозаврами про нас знают, и Юркин парк, понятно, что мы изначально с ними и разговаривали, когда начинали, запускали это производство, тоже про нас знают, то есть, ну вот общественность, да, не в курсе, потому что, ну, как-то... Ну, собственно говоря, в том и еще одна из причин, почему я вас пригласил сегодня, для того, чтобы рассказать, потому что, мне кажется, это очень такой показательный пример того, что в Кировской области, на самом деле, много и в части бизнеса предприятий, которым можно и гордиться, и, собственно говоря, рассказывать о них, мы далеко не всегда об этом знаем, поэтому сейчас расскажем кировчанам, дальше будем рассказывать остальным. А вы мне скажите, пожалуйста, вот упомянули выставки, на которых участвуете, как там позиционируетесь про компанию из Кирова? Так, и позиционируемся. Расскажу историю. В 2021 году, весной, я ездила на выставку, как раз всероссийская, там, международная выставка, РАППа называется она, Российская ассоциация парков и производителей аттракционов. Значит, туда приезжают и другие страны, Китай, Италия, и все остальное. И получается, что китайская организация, тоже там был представитель, ходят люди, клиенты смотрят, туда приезжают непосредственно люди, которые заинтересованы и работающие в этой сфере. И к нам подходят и говорят, клиенты, ну вот эти вот, и говорят такую фразу, а нам китайцы, вот там на другом стенде, сказали, что вы у них перепокупаете. У меня был шок, честно, я думаю, ну блин, мы маленькая компания, нам всего еще там два года на тот момент было, а там компания стоит такой, как бы, десятилетний стаж, и они так вот нас боятся, что ли? Я сказала, вот ребят, смотрите, у нас есть СТ-1, подтвержденный ВТП, там, Минпромторгом, что мы являемся российским производителем, это раз. Во-вторых, я сказала, я вам могу прямо сейчас включить онлайн-трансляцию, с производства нашего. Где мы все делаем. Да, и вот тогда ребята сказали, да, блин, классно, тогда мы будем у вас запрашивать, ближе к нам, лучше общаться, и все проще. Поэтому, начинают сейчас нам доверять больше, то, что Киров все так спрашивает, это где? Первый вопрос, это вообще где находится? Когда еще начинаешь там говорить некоторым там, вятский квас, что-то еще, как-то ассоциация бывает, иногда выходит. Но, в принципе, там все практически производители, они по России раскиданы, которые участвуют в выставках. То есть, они не Москва в основном-то. То есть, абсолютно любой город. Здесь производственные площади нужны, я думаю, что Москва, наверное, как рынок с бытом, может быть, хотя вы ее не назвали, да? Да. Мы поговорим об этом после небольшого перерыва. Программа «Разговор по делу». Уважаемые радиослушатели, мы вернемся сейчас. Небольшая реклама. Не переключайтесь. Скоро мы продолжим говорить про Диномашину. Авторский проект Андрея Усенко. «Разговор по делу». Возвращаемся в студию. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Наталья Шалагинова, руководитель проекта «Диномашина». Про перспективу спросил, а про планы? Про планы? Планы. Конечно, план выйти все-таки за рубеж. Экспортный пункт. Экспорт, да, экспорт. Где видите потенциальный рынок? Потенциальный рынок, честно, то есть вот до ситуации, которая сейчас происходит. В принципе, мы смотрели страны ЕС и страны Востока. Ну, то есть Арабские Эмираты, вот это вот сюда, Саудовская Аравия. То есть там большой спрос на это идет сейчас. Запросы с ЕС тоже были. Германия, Италия к нам даже приезжали. То есть они видят, что у нас потенциал. В плане этого Китай нам проигрывает. Китай не может выйти на эти страны в связи с качеством, поставляем фигур из материалов, потому что сертификацию пройти не могут в СЕ. В данном случае, вот сейчас даже общаемся, до сих пор поддерживаем общение с потенциальными заказчиками, которые были еще вот в прошлом году. Они говорят, ну, подождем, немножко уляжется ситуация и как бы вернемся к проектам. То есть заказывать собираемся у вас в любом случае. Сейчас немножко переориентировались на другие страны. То есть это у нас получается Киргизия, Казахстан, Армения. То есть вот туда. Есть запросы с Бразилии. То есть вот такие вот страны даже. Вариации поставки в Египет. Вот сейчас рассматриваем Арабские Эмираты. В Египет, расскажу немножко тайну, мы запускаем там проект совместный с компанией из Арабских Эмиратов. То есть по факту туда мы поставляем фигуры, которые будут сдаваться в аренду. То есть вот. То есть это отдельный проект. Это проект, скажем так, выставок передвижных либо в аренду сдачи с определенной процентовкой, скажем, Ну, то есть вы не просто поставляете, вы там внутри самого проекта. Да, то есть по факту мы, получается, со своей стороны выступаем как поставка фигур, то есть на каком-то определенном проценте, то есть 50 на 50, либо еще что-то, да. И, то есть совладельцами, получается, становимся бизнесом. Хорошо, Наталья. В целом, если говорить не про специфику именно вашего производства, а в целом ведение бизнеса, которым вы занимаетесь, ну, вообще бизнесом занимаетесь, что усложнилось? Ну, понятно, вы говорили поставка, но вот я по условиям ведения бизнеса. Что усложнилось, в чем, видите, возможность развития, вот такая общая оценка, да. Налоговая система, контрольные органы, отменили все проверки. Вроде как бы все хорошо, забыли сказать, что налоговые не отменили, да. Ну, вот реальная фактура какая сейчас в бизнесе? Какое ощущение? Ну, вот по ощущениям, честно, вот на данный момент, вот больше сидят заказчики и ждут денег, скажем так, это вложить, не вложить. По налоговым нагрузкам и так далее, проверкам, ну, в принципе, у нас чисто в этом, мы не боимся абсолютно там, то есть на нас это никак не повлияло. По поводу всяческой поддержки, субсидии, как они были, то есть сейчас они еще только увеличились, в данном случае, я могу сказать. Пользовались чем-то? Пользовались, пользовались непосредственно выставками от центра, от фонда поддержки предпринимательства, ну, вот прошлой осенью, и вот тут весной уже съездили, да. В прошлом году маркетинговые, то есть помощь по маркетинговым была, то есть нам распечатали непосредственно буклеты, которые мы с собой на выставку возили. В план, в помощи от центра поддержки экспорта получили субсидию на обучение в программе «Экспортер 2.0». То есть тоже там нам покрыли порядка 80% стоимости обучения, где я считаю, что это очень хорошая программа и советую поучаствовать в ней, потому что немножко голова поворачивается в другую сторону, видеть начинаешь шире, скажем так. И я вижу только развитие в плане того, что аккумуляция в России начинается. То есть я... Денег, ресурсов. Да, ресурсов, импортозамещение, спроса. А в связи с тем, что большинство людей сейчас не сможет выехать в другие страны отдыхать, сфера развлечения придется, ну, сейчас набирать обороты, да, развиваться. Слушайте, а вот сейчас пришел в голову, сезонность есть какая-то у вас? Есть, есть сезонность. У нас сезонность существует, это особенно с февраля месяца по июнь. Ну, то есть готовься они летом у нас, как всегда, не работают. Не работает, вообще не работает, потому что это... Пришел сезон, и надо срочно. В крайнем случае, которые люди вот так вот заранее готовятся. То есть есть такие вот у нас контракты, допустим, которые сейчас исполняем, он у нас заключен в мае, в конце мая прошлого года. И вот там очень много фигур, вот поставка только должна закончиться. То есть они как раз к сезону заранее готовятся. То есть если это брать проекты такие крупные, как Ижевск, там Выборг, там прям в парке большие мы проектируем, там это прям долгострой. Это 2-5 лет и так далее. Вы говорите, проектируем парки. Что это значит? В плане этого... Это динопарки или это... Это нет, ну смотрите. Рекреационные зоны и что-что. Это обычно приходят частные инвесторы, частные владельцы, которые говорят, у нас есть территория, помогите нам заработать денег на ней. Понятно, что в данные проекты мы притягиваем с собой партнеров, которые производители колеса обозрения и так далее. То есть в данной ситуации мы уже года два не работаем как конкуренты. Если мы кого-то позовем в проект, есть вероятность, что и нас потом возьмут в какой-то проект. Это ребята для насыщения парков. Но вы сами занимаетесь вот этой планировкой, там проектированием парка, или это тоже там партнерские компании? Вот смотрите. Или у вас уже и в этом смысле компетенция на работу? Насмотренность существует, всяческих парков, как движение посетителей должно происходить, где должны быть точки задержки посетителей на более долгое время, там дополнительные доходы и так далее. Мы по факту просят в основном схематично, отрисовать, где, что, как. Дальше либо застройку, либо проектирование ПСД, вот эту документацию они делают, либо сами, либо вот мы предлагаем, мы можем тоже это сделать. И застройку мы под ключ можем взять под себя. То есть у нас есть и подрядчики, и спроектирование, которое 3D у нас существует, и 3D-моделлер, и все остальное. То есть мы можем отрисовать он в 3D. Потом дальше у нас получается, что есть партнеры из Италии и из Канады на данный момент, с которым мы поддерживаем. Мы даже познакомились буквально в марте, и они готовы с нами работать. Канада готова работать по проектированию. Потому что это бизнес, а не политика. Да, и все ведь это говорят. То есть в основном, что мы ждем, но у нас вот есть сейчас в Москве организацию сделали специально, чтобы работать в России. Ну то есть вот так вот. В плане того, что никто не отказывается работать. Все хотят работать вместе. И даже они, а там крупная компания, не буду называть название, но они работают по всему миру. Они говорят, мы увидели российских динозавров, которые на выставке. Они говорят, мы уже сейчас знаем, куда мы вас вставим в других парках, в своих проектах. То есть в этом плане с Рафана радио очень хорошо работает. Ну, слушайте, а насколько большой рынок вообще? Ну, как вы его оцениваете? В деньгах или в штуках? Я считаю, что рынок очень большой, огромный, потому что в разных странах существует дефицит. То есть там нужно подстраиваться под рынок. Не всегда готовы компании себя переориентировать, немножко там подвинуться, скажем так, либо новый проект, продукт выпустить. Мы более гибкие, поэтому рынки прям огромные. Я вам могу сказать, если в долларах, опять же, по-другому я сказать не могу, потому что я мировой рынок беру. Это прямо миллионы долларов, которые сейчас завести с дефицитом. То есть не хватает товара. Хватает предложения. Ну, не хватает предложения, наверное. Не хватает предложения, да. Ну, и я не могу не спросить, когда шокирует? Что надо, чтобы в Кирове появился? А то мы с вами так замечательно рассказываем, а, собственно говоря, сказать радиослушателям приходите, посмотрите. Не можем. Вот, смотрите, да, бывает, поступают нам все больше и больше вот в последнее время запросов, когда нас все-таки начинают сейчас узнавать о посещении даже производства, как в целях образовательных, как школьников, так и, в принципе, вообще взрослых людей посмотреть. Сейчас прорабатываем эту схему, потому что это должно быть без отрыва от производства, то есть чтобы люди не мешали, да, посетители, да, работникам. А опять же, если это дети и также взрослые, это должно быть безопасно, то есть мы за безопасность, а специфически существуют и запахи по силикону. Поэтому вот этот момент прорабатываем. Будем, планируем в городе Кирове, предоткрою тайну, открыть заведение с динозаврами, да, возможно, это будет из истории плюс с общепитом пересечения. Такой пилотный проект, который будем масштабировать по всей России, наверное. Ну что ж, я хочу вам пожелать, чтобы эти планы осуществились, и осуществились все те планы, о которых мы с вами говорили в течение программы. Я нам и радиослушателям хочу пожелать, чтобы мы не только знали и слышали о тех компаниях, о той продукции, которая в Кирове производится, но и имели счастье и удовольствие ей воспользоваться. Вас хочу поблагодарить за оптимизм, позитивный настрой, планы и перспективы, о которых вы нам рассказали, то, как вы этим занимаетесь. Это была программа «Разговор по делу». В гостях у меня была Наталья Шалагинова, руководитель проекта «Диномашина». Удивительные чудеса. Киров становится родиной, в прямом смысле, родиной динозавров. Желаю вам искреннего успеха. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Разговор по делу.